добрый день уважаемые подписчики сегодня на обзоре у нас очередной инструмент купленный по принципу чтобы было дешево и сердито я дачник но домик в деревне у меня приспособлен для круглогодичного проживания вернее это не домик дачный это обыкновенный жилой дом в деревне с печным отоплением предыдущие хозяева жили в нем круглый год у меня такой необходимости нет но пользоваться домиком в холодное время года мне периодически приходится и сразу встает вопрос чем его топить два пути либо просто тупо покупать дрова что вполне возможно дрова там продается в ограниченном количестве и не слишком дорого стоит цена стандартная либо все-таки купить какой-то инструмент и заниматься распилкой и заготовкой дров самостоятельно я решил пойти по второму пути еще и потому что там в деревне очень много просто вокруг моего домика в моего участка и на участке у меня много различного деревянного хлама в частности я перерабатывал забор который предварительно был огорожен мой домик и в дальнейшем планирую перерабатывать некоторые строения которые стоят на территории этого участка в частности хлев сделаны из бревен ну и другие деревянные построечки вокруг участка тоже много разрушенных строений и также брошенных спиленных деревьев как ни странно те кто занимаются очисткой вот переросших деревьев очень часто бросают остатки древесины там где они собирали словом было принято решение купить электропилу теперь мой подход покупаем пилу по принципу дешево и сердито значит выбрана была по этому модель максимально дешевая максимально дешевые модели пил сейчас начинаются примерно с трех тысяч рублей есть цены и до трех тысяч но тут у меня немножко зациклился на мощности мотора якобы и выбрал пилу с мотором больше двух киловатт в частности на этой пиле пила называется союз pcs 9926 мотор и якобы мощностью 2600 ватт что скорее всего является натянутой цифрой но по крайней мере ну хотя бы пару киловатт я думаю она будет выдавать итак пила pcs союз pcs 9926 основное за чего она выбиралась она выбиралась из-за того что она максимально железная то есть весь ее механизм вся редуктора находится в чисто металлическом корпусе то есть огромная часть пилы сделана из металла даже крышка которая является стружкового ловителем она тоже металлическая и там вся пила железная второй критерий по которому выбиралась эта пила это чтобы шина с цепью были как минимум 16 дюймовые на советом союзе шина с цепью 15 дюймов единственное что мне немножко вызывает какие-то подозрения опасения что здесь цепь на 59 зубьев стандартные 16 дюймовые цепи обычно 57 56 зубьев то есть вполне возможно что просто применять другую цепь на этой шине не получится надо будет если менять цепь на более короткую соответственно посмотреть чтобы было и более короткая шина комплектация пилы кроме шины с цепью это еще две щетки естественно ключ для работы закручивания откручивания подтяжки цепи напильник для заточки цепи это элемент натяжки цепи он просто почему-то хранится отдельной поступает упаковки также баночка для масла и отдельно откручен щиток защиты руки сразу скажу что тормоза на этой цепи нет это цели на этой пиле нет это пила максимально дешевая и максимально простая мотор напрямую крутит металлическую шестерню и металлическая шерсти на напрямую передает свое усилие на шести зубую звездочку кстати когда смотришь на звездочку не можешь понять сколько же зубов на ней выглядит она как трехзубая хотя на самом деле это шести зубая звездочка просто три зуба открыты с этой стороны и три зуба звездочки открытой изнутри еще те достоинства которые мне показались положительными то что шина с цепью крепится здесь не одним а двумя не одной а двумя гайками и затягивается надежно но естественно простота конструкции этой цепи пилы обуславливает и некоторые в общем-то недоработки конструкции прежде всего масляный насос на ней обыкновенный пластмассовый плунжерного типа вращающийся от червяка который установлен на ведомой ведомые шестерни редуктора сзади ну это самая простейшая конструкция более надежные конструкции когда там эксцентрик толкает шток поршня масляного насоса здесь масляный насос отдельный пластмассовый такой слабенький насосик сколь он будет надежно работать не знаю но по крайней мере этот момент уже сам по себе показывает что какая-то недоработка есть вторая тема обычно в металлических корпусах вот здесь вокруг масляного отверстия подачи масла существует еще устанавливается еще резиновая прокладочка которая не дает протекать маслу между шиной и отверстием подачи масла здесь ее нет а так все остальное в этой пиле но я бы сказал еще неудобно расположена горловина масляного бачка потому что когда будет здесь стоять щиток получится что очень малое пространство куда можно просто залить масло спокойно а так все остальное в это пиле как во всех других пилах шина собранной цепью ставится на место ее крепления на звездочку устанавливается на звездочку единственное что перед тем как поставить эту шину я туда не поставил именно винт натяжителя и дальше крепится крышкой опелкового ловителя двумя гайками подтяжка производится ключом отверткой с этой стороны и фиксируется этими двумя гайками ну вот такой короткий обзор этой пилы по сборке и подготовке и к работе хотелось мне ее разобрать и показать устройство редуктора внутри но к сожалению а может быть к счастью болты затянуты очень качественно винты которые крепят корпус и разобрать мне его просто так не удалось в дальнейшем надеюсь я покажу и из чего состоит эта пила и когда мы поедем к себе в деревню я покажу ее в работе пока все и